Дорогие зрители, доброго вам дня! Мы вновь встречаемся в прямом эфире телеканала «Союз» в студии Дмитрия Бродовиков. Мы проведем первую половину этого дня вместе. Проходя мимо храма или находясь недалеко от него, мы всегда можем узнать, что богослужение вот-вот начнется или только что закончилось. По колокольному звону. Звон создает особую атмосферу и во время службы повещает об особо важных моментах богослужения. В уставе колокольного звона написано, «Серковный звон является равноценным храмовым священнодействием. Им, как правило, начинается и заканчивается богослужение. Воздействуя на наш слух и внутреннее состояние, он пробуждает от духовного сна, очищает наши души, напоминая о нашем Господе и Его суде. Скоротечности жизни на земле и жизни вечной на небесах». Изначально выполняя сигнальную функцию, церковный звон постепенно стал использоваться до указания не только начала и конца, но и важнейших частей богослужения, выражать радость, грусть и торжество празднуемых событий. Отсюда и появились различные виды звона, каждый из которых имеет свое название и предназначение. В вышелказанном документе четко прописано, какие звоны должны совершаться во время утренней, вечерней, на литургии, какие бывают особенности в отдельные праздники, какие звоны осуществляются при совершении таинств. И вроде бы все строго регламентировано, понятно, но при этом у многих древнейших храмов и монастырей есть свои традиции колокольного звона. Они не нарушают устава, однако придают особую присущую только этому месту индивидуальность. И сегодня у нас с вами есть возможность посетить Свято-Данилов монастырь Москвы и узнать о традициях звонов на Руси и знаменитых Даниловских колоколах. Рассказывает старший звонарь обители и радиакон Роман Огрызков. Это интервью было опубликовано интернет-порталом Приходы. Иван Гунин буквально писал так, что под осенним сентябрьским днем подходил к Данилову монастырю и тут ударили большой колокол. Какой звук? Золотой, глухой, подземный. В Даниловом монастыре я занимаю послушание старшего звонаря уже около 15 лет, но немножко поменьше. Мастерство звонаря – это, с одной стороны, конечно, и творчество, и художество, а с другой стороны – это практика богослужебная и участие в богослужении православным. Поэтому базовые навыки обычно звонари осваивают достаточно быстро и под руководством какого-то своего старшего. Мне довелось осваивать звоны под руководством игумена Михея из Троицей Сергиевой Лавры. Здесь в монастыре у нас, конечно, немножко другие традиции. Здесь московские традиции переплетаются с традициями богослужебными Троицей Сергиевой Лавры, потому что у нас устав из Троицей Сергиевой Лавры в Даниловом монастыре. Вместе с тем московский быт и московская традиция богослужения накладывают свой отпечаток. И вот на стыке двух этих традиций я ищу и своеобразие наших звонов, потому что в Даниловом монастыре была еще и своя стилистика звонов. Она была связана именно с набором даниловских колоколов, который удалось спасти, который из московского Данилового монастыря был вывезен в послереволюционные годы в США. В 2003 год, декабрь, я попал в Данилов монастырь, стал звонарем. И как раз в этот момент мы готовились к празднованию 700-летия со дня смерти князя Даниила. Это был большой юбилей. И руководство монастыря обратилось в Гарвардский университет. Это место, где находились на тот момент наши колокола Даниловские, сохранившиеся, с просьбой о возвращении нашей реликвии. Очень напряженными были первые встречи, но потом обстановка разрядилась. И американцы поняли, насколько дороги колокола для нас, насельников Данилового монастыря, что это действительно духовная реликвия, что колокола зачастую имели практически человеческие судьбы. Как раз про это шла речь на встречах. Мы рассказывали о том, как колокола слали в ссылки, били плетями, расстреливали, сбрасывали из колоколя, отрывали уши, вырывали языки. При этом для американской стороны было важно, что мы подтвердили, что Данилов монастырь сознает право собственности университета. На эти колокола они были действительно собственностью университета. и что тоже для них было очень важно, это, что колокола будут обменены. Дело в том, что за 70 с лишним лет возникла традиция использования этих колоколов. По разным случаям студенты звонили в них, у них был клуб русских звонарей, и регулярно по воскресеньям устраивались звоны. В 2006 году мы принимали комиссию из Гарварда, которая определяла, где, на каком предприятии можно лить колокола замены. В 2007 году такие колокола были отлиты и отправлены в университет. Летом 2008 года колокола обменяли. На башне Гарвардского университета Лоуэлл Хаус были установлены новые колокола, а наши исторические осенью 2008-го возвратились в Россию. Они были установлены снова на колокольне, и теперь мы возрождаем звоны, которые здесь когда-то были, исполнялись в начале 20-го века. Здесь были свои особые звоны. Объем данных, который сейчас мы имеем, который был собран за это время, за время возрождения звонов, он очень большой, и он позволяет составить достаточно полную картину о том, как звонили в колокола до революции, как развивалась традиция звонарского мастерства, какие были тенденции, направления. Были разные направления, которые связаны с эпохами, с отдельными колокольными инструментами или наборами колоколов. Это очень интересная тема, и главное, что стоит в центре всего этого, это, конечно, феномен русского колокола. Русский колокол – это ни с чем не сравнимый инструмент, потому что он имеет очень богатый темп, очень мощный звук, и каждый колокол имеет свой какой-то звуковой образ индивидуальный, который неповторим, и когда во время звона ты читаешь эти колокола в разных вариантах, то можно создавать различные звуковые вот такие изображения, можно так сказать. И звона, я повторюсь, работает как художник. Он выбирает на палитре различные краски, различные тембры, и, сочетая их, создает какой-то образ такой интересный. Наши колокола, возвратившиеся, они нам особенно дорогие, не только потому, что это вот наша Даниловская святыня, но еще и потому, что это одни из лучших колоколов. С зубоуслужением мы, конечно, стараемся очень придерживаться определенных довольно таких строгих правил исполнения колокольных композиций. Повторюсь, что для нас, прежде всего, колокольный звон – это средство изобразительное, как для художника. То есть это не мелодия, это скорее такие звуковые образы. Которыми мы можем передать красоту и торжество богослужения, например, его праздничный сильный драматизм. Но были случаи, что и коробочку играли звонари здесь на наших колоколах, такой танцевальный мотив. В Гарварде на них играли, например, мелодии «Звезды в войне» из Гарри Поттера. Я считаю, что это, конечно, традиция не связана с богослужением никаким образом. Для меня это, прежде всего, конечно, часть моей души, часть моей жизни, вот эти колокола. Спасибо отцу Роману за этот рассказ. Ну а мы продолжаем нашу утреннюю программу. Вчера, 1 июня, мы отмечали День Святого Духа. Также совершалась память святого благоверного князя Дмитрия Донского. Многие его знают как объединителя русских земель и освободителя Руси от монголо-татарского ига. Однако далеко не всем известно, что у великого князя и его супруги Евдокии было 12 детей. И оба благочестивых супруга родителя причислены к лику святых. К слову, День защиты детей мы также отпраздновали 1 июня. Этот международный праздник отмечается с середины прошлого века. И к этому дню Свято-Лизаветинский монастырь города Минска подготовил сюжет, где дети рассказывают о себе, о взрослых и о дружбе. И мы предлагаем их послушать. Дети, они маленькие, они послушные. Дети – это маленькие люди, которые только родились. Дети – это самые маленькие дети. Такие ребята, но они почти так взрослые, только поменьше. Дети – это люди. Они могут быть умные, могут быть немножко глупые, могут быть даже невоспитанными. Дети – это тот, кто играет. Потому что они маленькие, а взрослые – они взрослые. Дети отличаются от взрослых ростом. Дети отличаются тем, что они очень любят играть, в отличие от взрослых. Дети велись от мамы, она их рожала. Что их сделал Господь, они потом появились в мамы животики. Бог детей создал, чтобы они помогали. Бог создал детей, чтобы они жили. И чтобы родители ими радовались. И чтобы подарить взрослым радость. Бог создал детей, чтобы учиться. Наверное, для того, чтобы в мире был человек. Возрослые – это главное, потому что они знают правила поведения, хорошего тона. А взрослые все знают. Их надо слушаться, они много чего знают. Они взрослее и больше знают. Имеют право что-то сделать. А ребенок еще не все имеет право еще сделать. Взрослые старше, и они больше умеют команду. Взрослые могут спорить, мне нельзя спорить. Если бы детей не было, то взрослые бы скучали. Они бы остались беззащитными. Они бы работали, делили свои дела. Взрослые и горевали бы без детей. Было грустно, не весело. Никого нельзя было учить. Работали, работали. Потом просили у Бога детей. Они бы просили у Бога, чтобы Он им дал у детей. Взрослых бы не было, если бы детей не было. Главное – дети. Дружба существует между детьми и взрослыми. Со взрослыми пока не дружим. У меня больше друзей и детей. Дружба существует, но не всегда. Потому что люди бывают, что ссорятся. У нас много есть взрослых. Дедушка, бабушка, дедушка, бабушка, дедушка, бабушка. Папа, мама. Вичкина мама. И папа. И еще я дружу с Сашкиным папой, с мамой. И еще там с Крестного немножко дружу еще. У Бога, наверное, нет детей. Потому что Он самый главный. У Него есть еще один. Бог такой, Он маленький. Его родила Богородица. Есть, конечно. Ангелы. Есть у Него все. Мы – это дети. Я бы попросила у Бога, чтобы все дети слушались. Чтобы они были добры. И никогда никого не обижали. Чтобы они жили долго и счастливо. Чтобы у детей сбывались мечты в жизни. Я бы у Бога попросила, чтобы дети слушались родителей и не грешили. Здоровые. Я бы хотела попросить у Бога, чтобы у всех был ангел. Я бы попросила счастья для всех детей. Спасибо Свято-Лизаветинскому монастырю за эту видеозапись. Друзья, еще раз хотим напомнить вам о существовании интернет-сайта обители. обитель.дефис.минск.бай Там вы можете найти другие замечательные видеозаписи, сюжеты о жизни монастыря, статьи и проповеди. Мы благодарим вас за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова